Распространение коронавирусной инфекции сильно изменило привычный ход жизни. Из-за введения карантина некоторые предприятия и организации были вынуждены приостановить свою работу или сократить численность сотрудников. Количество безработных граждан выросло в несколько раз. Чтобы помочь гражданам, оставшимся без работы, государством принят пакет мер по поддержке безработных. Подробности в следующем материале выпуска. С началом карантина, как и большинство организаций, Славянский центр занятости перешел на дистанционный формат работы. Личный прием граждан не осуществляется. Сегодня все заявления о получении статуса безработного направляются в электронном виде через портал «Работа в России» или госуслуги. При заполнении заявления очень важно правильно вносить все свои данные. Любая неточность может привести к отказу в признании безработным. А следующее заявление можно будет подать только через месяц. Обращение в службу занятости возросло в три раза. Мы за месяц получили более 1200 обращений в службу занятости по поводу постановки на учет и признания безработными. Да, кому-то отказано за недостатком документов, потому что порой не приходят сведения. Все, что там написано в этих резюме, в заявлениях, просьба заполнять грамотно, заполнять правильно, самое главное. Потому что, когда приходят к нам заявления, а МВД не подтверждает то ли место регистрации, потому что где-то ошибочку, циферку неправильно поставили. Соответственно, это заявление, оно отклоняется. Поэтому необходимо заполнять очень внимательно. Для тех, кто подтвердил свой статус безработного, государством предусмотрено пособие. Обращаем внимание, что размер пособия по безработице зависит от стажа и времени потери работы. Если вы потеряли работу после 1 марта 2020 года, вам будет начислено максимальное пособие в размере 12 130 рублей. Выплачивать его будут до 30 июня. Кроме повышенного пособия, граждане, потерявшие работу после 1 марта, могут рассчитывать на доплату к пособию в размере 3000 рублей на каждого несверштолетнего ребенка. Сложность в том, что сегодня мы работаем по удаленной системе. Нам сегодня приходится запрашивать информацию о трудовой деятельности в пенсионном фонде. То есть после того, как мы только увидим, что человек действительно уволился, работал, периоды его работы, то после этого мы выплачиваем ему, назначаем пособие. Также мы подтверждаем личность и проживание регистрации, это через МВД. На детей делаем запросы в отделы ЗАГСа. Это все, конечно, усложняет и удлиняет процедуру выплаты этих назначений. Но я хочу сказать, что все, кому эти деньги положены, все граждане их получат. Часто задают вопросы наши, обращаются, звонят на телефонной горячей линии наши безработные, говорят о том, что вот обещали 12 130, а получаем другую сумму. Я хочу сказать всем нашим безработным, тех, кто признан безработными, что служба занятости не платит сразу всю сумму. Мы платим ее по частям, то есть на дату перегистрации. Сегодня в телефонном режиме сотрудники обзванивают тех, кто признан безработными, обзванивают их в телефонном режиме, подтверждают о том, что они не работают, и им назначается пособие. То есть проходит две недели, они за две недели получают. Из расчета 12 130, плюс если есть дети, то добавляется 3000 на каждого ребенка. Если гражданин лишился работы до 1 марта или вовсе не работал, то размер его пособия будет рассчитываться от длительности предыдущего рабочего стажа и от зарплаты. Минимальный размер пособия – 1500 рублей – назначается, если трудовой стаж составляет меньше 26 недель в течение года до обращения в Центр занятости. Однако таким гражданам предусмотрены региональные меры поддержки. По постановлению губернатора Кубани, безработные, которым назначено пособие в минимальном размере, получат единовременную выплату – 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Размер начисленного пособия, дату следующей перерегистрации, подать документы для выплат на детей, можно будет в личном кабинете на интерактивном портале службы труда и занятости населения края. Также по всем возникающим вопросам можно проконсультироваться по телефонам горячей линии Славянского центра занятости 4 00 47 4 00 67 4 00 87 Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События».